Более 4 тысяч врачей со всего мира собрались в эти дни во Владивостоке. Российские и зарубежные специалисты из различных сфер медицины обсуждают современные тенденции и обмениваются профессиональным опытом. Торжественное открытие Конгресса состоялось 18 сентября в Большом Зале Администрации Приморского края при полном аншлаге. В этом году на площадках Конгресса в течение двух недель будет проходить более 70 мероприятий, лекций, круглых столов, проблемных лекций, симпозиумов, мастер-классов по значимым направлениям практического здравоохранения. Зарегистрировались для принятия участия доктора со всего Дальневосточного региона. И общее число более 4 тысяч. Сегодня Приморский край снова становится площадкой, на которой собираются лучшие специалисты страны в области здравоохранения, отметил в своем выступлении губернатор края Олег Кожемяка. Вам предстоит обсудить целый ряд вопросов, связанных с повышением социального статуса медицинских работников, совершенствованием системы подготовки квалифицированных кадров, обеспечением доступности медицинской помощи. Большое внимание в ходе форума будет уделено улучшению демографической ситуации и продвижению ценностей здорового образа жизни. Это те направления, которые обозначены в национальном проекте здравоохранения. Совместно с Министерством здравоохранения и Министерством по развитию Дальнего Востока нами был разработан комплекс мер по нормализации ситуации в этой сфере. И благодаря реализации национального проекта здравоохранения мы смогли переосносить 23 лечебных учреждения новым медицинским оборудованием, произвели капитальный ремонт сразу в 41 учреждении, что сделало их привлекательными для молодых специалистов. За несколько дней до начала конгресса на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета и на площадках ведущих медицинских учреждений начали принимать участие в обучающих семинарах ведущие российские и зарубежные кардиологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи, психиатры, неонатологи, специалисты в области уникальных репродуктивных и клеточных технологий, фармакологи и другие специалисты. В рамках Тихоокеанского медицинского конгресса пройдут более 70 мероприятий, в том числе лекции, круглых столов, симпозиумов и мастер-классов по значимым направлениям практического здравоохранения. А тем временем Дальневосточный федеральный университет принимал Нобелевского лауреата в области медицины и физиологии сэра Ричарда Тимоти Ханта и члена Лондонского королевского общества, профессора школы биологических наук Эдинбургского университета Билла Эрншоу. Светила медицины прибыли в ДВФУ для участия в международной научной конференции «Будущее биомедицины-2019». «Мне трудно сказать что-либо определенное про будущее биомедицины. Доктора спасли мне жизнь с помощью этой медицины. Это вопрос жизни и смерти. Я принимаю вот эти лекарства, и сегодня это единственное, что стоит между мной и смертью». Сегодня ДВФУ реализует совместный с Эдинбургским университетом проект, который позволил молодым исследователям ДВФУ поработать под началом ученых мирового уровня. В 2016 году в Эдинбург на два месяца отправились пять студентов школы биомедицины и школы естественных наук. Их исследовательские проекты были связаны с изучением структуры разных белков, ядерной мембраны, молекулярных механизмов и эпигенетики онкологических заболеваний. «Не каждый день можно увидеть человека, который является лауреатом Нобелевской премии, лично поговорить с ним, задать вопросы и послушать его настоящую живую презентацию. Это очень здорово, это невероятный опыт, это очень классно». На конференции «Будущее биомедицины» ученые России и зарубежных стран обсуждают последние достижения современной молекулярной медицины, исследования в области генетики и эпигенетики, структуры и функций хромосом, биологически активных соединений метаболитов и биополимеров. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.